Работа с Юрием Николаевичем для меня это... Я работал с ним на протяжении всей моей карьеры. Это, я считаю, что мне очень повезло, и для меня это большая честь. И счастье, что я живу в одно время с Юрием Николаевичем, и мне довелось поработать очень много с ним. Что касается Ромео Джульетта, то в балете Юрия Николаевича намного больше движений, насколько я могу судить, сколько я видел версий. Больше движений, больше именно балетных движений, больше танцев. Но сохраняется та же драматика. Когда работаешь над этим балетом, то, наверное, с каждой репетицией ты что-то для себя новое можешь открыть. И, наверное, в этом и состоит уникальность такой редакции, что ты можешь просто до бесконечности искать какие-то новые краски, какие-то настроения, состояния. Я думаю, что в этом. Ну, действительно, когда погружаешься в атмосферу музыки и хореографии, и если, как я уже говорил, входишь в роль, после спектакля ты выжатый как... То есть ты теряешь столько эмоций и сил, потому что на сцене ты действительно переживаешь. И это огромное удовольствие, то, что ты имеешь возможность это пережить. Это огромное счастье. Действительно погружение. Ну, эмоции, наверное, как у Джульетты, которая теряет Ромео, и тоже до слез. И за весь спектакль ты так проживаешь, в общем, эту роль, эту... Действительно, это целая жизнь. Ну, наверное, я в первую очередь настраивал себя перед спектаклем и пытался вспомнить первые чувства, которые есть у каждого, да, человека. Первые чувства любви. И пытался... Ну, как, может быть, каждый актер, который настраивает себя, и пытался представить себе Ромео, а Анечку Джульетты. И именно войти, войти, как бы... То есть действительно полюбить, полюбить Аню, чтобы на сцене это было максимально естественно. То есть я могу сказать, что на сцене я ее любил. Искренне. Это очень-очень тяжело, потому что ты выкладываешься, да, и все эмоции, они остаются на сцене. И обычно вот после этого спектакля у меня ощущение, что вот меня как будто нет. То есть полная пустота во мне. Все я отдаю зрителям, отдаю сцене. Вот. А если это до слез, то это, наверное, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok